Третья ОШБР отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта, несмотря на значительные преимущества в артиллерии, ударных дронах и регулярном применении до сотни каб в день. Противник потерял более полторы тысячи погибших, более трех... Господи, трех с половиной тысячи раненых и более двадцати единиц бронетехники. Двадцати единиц? Разве? По-моему, там намного больше. А, в день? Нихуя. Авдеевка, Авдеевка, все. Ну да, так, блядь, это было понятно еще задолго до того, как это реально произошло. Я говорил об этом еще за неделю до сегодняшнего дня, что, к сожалению, придется сдать. И это было очевидно еще тогда. Даже, по-моему, я еще намного раньше это говорил, что это придется сделать. Тут даже не надо готовиться, блядь, а достаточно карту открыть, все и так понятно. Учитывая, скажем так, ну типа то, что было раньше, Бахмут, например, там и так далее. Блядь, это все один в один. Типа, блядь, иди в командиры. Не, ну, как мне сказали, там оставались до последнего, чтобы просто, соответственно, сделать так, чтобы было больше потери с другой стороны. Вот. И все. Уничтожить больше техники, больше, соответственно, там, человеческого ресурса и так далее. То есть перемолоть как можно больше мяса. Ну, хз. А смысл? Ну, чтобы меньше людей осталось с той стороны, меньше техники и так далее. Что со звуком? Да нормально все, прекрасно, вообще супер. Вот. Ну, как бы, я же не главнокомандующий, блядь, не какой-то там командир. Наверное, там лучше знают, как нужно делать и поступать. А мы тут, сидя на диване, явно не видим реальной ситуации, которая там происходит. В СУ вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции, а окружение недопущено, заявил Сырский. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов 10 к 1, под постоянными бомбардировками, это единственное правильное решение. Вот. Ну, это мы еще вчера понимали. Стоп, стоп, досмотри до конца! Лолский Маркет это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. По поводу тела Навального, которого до сих пор еще никто не видел. Тело не выдают. Адвокат Навального, его мать вроде, если я не ошибаюсь, приехали забирать тело в ту колонию, где он находился. А там сказали, его нет. Он в морге. Они едут в морг, а в морге говорят, его нет. А где? Мы не знаем, где тело Навального. И его нет. Понимаете? Ни там, ни тут, нигде. Вообще. Тело тупо пропало. Его еще никто не видел даже. Ни фотографий, ни видео, ничего. А он просто исчезло и пропало. Убежал. Я не знаю, может он сбежал, кстати. А они... Может он сбежал, а они типа разыграли такую хуйню, что он якобы умер. А на самом деле он сбежал из тюрьмы. Сейчас где-то живой там, я не знаю, бежит, блядь. Возможно уже там через границу Финляндии перескочил. И не смешно, да как в смысле, да, помечтать хотя бы, блядь. Понимаешь? Типа хочется верить, что он живой. И что он просто сбежал. А они, конечно, не могут сказать, типа, блядь, у нас Навальный сбежал. Вот представьте, что бы началось. И они как бы преждевременно заранее сказали, что он умер. Надеясь на то, что они его найдут и нахуй застрелят. Чего успокоиться? Да ладно я. Все. РДК забрали. Не, если он сбежал... Слушайте, я надеюсь, у него получится сбежать куда-нибудь. Да. Да, инфа подтверждена, подтверждаю. А, все, хорошо. Ну, раз уж ты подтвердил, то ладно, заебись. Спасибо. Как убивали Алексея Навального? Нихуя себе. ВЧКОГПУ провел свое расследование смерти Алексея Навального и мы можем однозначно заявить, политика убили. Если и не впрямую, то просто лишив его нормального медицинского... Ну, блядь, мы-то и так все знаем. Даже читать нет смысла и так это все понятно, очевидно. Так, адвокаты мать Алексея Навального приехали в Салихардский морг. Он закрыт. Несмотря на уверение колонии, будто он работает и тело Навального находится там, адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто ему звонит сегодня. Тела Алексея у них нет. Тело Навального пропало. Да. Но как заявили следственный комитет, вроде как они там над этим телом что-то делают. Проверка идет. Какая-то проверка. Они все пытаются выяснить причину смерти. Но как мне кажется, тем самым они наоборот пытаются скрыть настоящую причину смерти. Да, заметают следы. То есть, как тут пишут, они могут это делать до 30 дней, а за 30 дней мне страшно представить, что там можно с телом сделать. Пиздец. Вот, поэтому, да. Как-то так. Дуди. Че там Дуди написал у себя в ТГ. Давай, Дуди, расскажи нам. Давай, бля. Убит Алексей Навальный. После первых новостей об этом разлетелся отрывок из фильма Навальный. Там Алексея спрашивают, какое посылание ты оставишь, если тебя убьют. Вот его ответ, но мы его видели. Это не совсем последняя воля, но считаю необходимым ей последовать. Поэтому пусть ей через сверхусилия никакого уныния. Так. Политика путинской России, что ранее, что особенно сегодняшнее, выстроена на страхе. Сначала пугали богатых, потом всех подряд. Получилось эффективно. Навальный был одним из тех, кто не боялся. И точно самым известным из тех, кто не боялся. Путин, Кадыров, Пригожин, Золотов, потенциальные проблемы от любого из них не мешали ему. Говорит то, что он думает. И для многих это было примером. И если где-то в паре станции метро от тебя ходит на работу человек, который настолько не боится, то я попробую не бояться хотя бы на один из десяти от него. Возвращение домой в январе 21-го это совершенно иной уровень мужества и личного примера. Это официально явленная суперсила. Тебя только что отравили боевым ядом. Ты признанный лидер оппозиции. Тебе вроде как нечего доказывать. Но ты все равно делаешь шаг навстречу ту чудовищу, которая захватила твой дом и поджидает тебя у порога. А потом, оказавшись в застенках, ты легок, инициативен и несгибаем, будто прутья на окне твоей камеры. Все свои заметные годы в политике Навальный раздавал людям этот пример бесстрашия. Причем, как и в беспроводном интернете, сигнал может добираться до разных уголков по-разному. Для кого-то побороть страх это выйти в первых рядах на митинг, для кого-то выложить траурную картинку в соцсетях, для кого-то обменять любимый дом на продолжение работы в эмиграции, а для кого-то не поддерживать войну, хотя коллеги и соседи поддержали. Главное, что сигнал шел и поступал даже из полярного круга. Это сейчас момент кромешной темноты, кажется, ну и что с того? Разве это чему-то помогло? Разве это помешало разогреться в войне? Разве это спасло самого Навального? Но на самом деле это сотни тысяч и даже миллионы людей, которые, сталкиваясь с несправедливостью, проявляли сопротивление, достоинство и, главное, неравнодушие. Даже если при этом было очень страшно. И если страх действительно съедает душу, то Алексей Навальный это герой, который спас сотни тысяч и даже миллионы человеческих душ. Светлая память героя. Сказал Юрий Дудь. У себя в ТГ. В Москве уничтожили стихийный мемориал Алексею Навальному. Пиздец. Снимать чудочно невозможно, но полиция говорит, извините, пройти туда нельзя сейчас, потому что вот сейчас они закончат, типа, и вы подойдете. Абай, как эти, блядь, гиены накинулись на это, цветы выкидывают, там все разгребают, блядь, чтобы, сука, подохнуть. Ну, и там вот эти непонятные люди в го-подежде очень быстро все пакуют в цветы. Откуда не взялись, непонятно. Вот здесь была трепестниковская газель. Это, причем, не единичный случай. В Петербурге задержали епископа апостольской православной церкви какого-то Григория. Вчера он сообщил, что наберен служить панихиду про Алексея Навальному. По Алексею Навальному, точнее. Охуеть. Его за это арестовали. Блядь. Да, это очень смешно выглядит. О! Пошло, поехало. В Челябинске? Так, подожди, что это? А, и опять очередной какой-то мужик. Уже только в Челябинске также выкидывают цветы и фотографии, соответственно. Бля, как же они боятся, это пиздец. Это пиздец. Какого-то попа в церкви, блядь, посадили за то, что он хотел там что-то сделать. Панихиду какую-то в честь Алексея Навального. Цветы выкидывают, фотографии выкидывают, ходят, трясутся, что-то срут под себя. Это вообще, блядь. Он уже умер, а они все равно трясутся. Вы можете себе представить? Он умер, а они все равно трясутся, блядь. Даже мертвого Навального боятся, блядь. Сразу, вот так вот. Вот гандоны, блядь. Ну, ебало, мы твое запомнили. Че ты снимаешь? Че? Ебать шапка. Я журналист, имею право. Ты за Навального? Ты за Навального, да, топишь? А че ты за него топишь-то? Скажи мне, пожалуйста. Имею право. Че вы сюда все пришли? Имеешь право на что? Имею право сюда прийти и здесь снимать. Здесь публичное. На что ты имеешь право? Скажи, пожалуйста. Публичное пространство. Подожди. Он, блядь, пригожин стоит, кстати. Шо за хуйня? Почему он дворником каким-то прикрывается? Пиздец. Ну, опять же, что интересно, эту девушку арестовали потом. Полиция задержала молодых людей. Якобы была драка. Драки никакой. За что? Не знаю. За то, что она, видимо, этого мужика снимала. По крайней мере, я не видела. Ну, вот тут написано, что ее задержали. Собирают паспорта. Так же было замечено. О, блядь, я прошу прощения. Несколько подобных видосов в Москве. На том мосту, где Борис... Борис, господи. Ну да, Борис Немцов, соответственно. Там тоже выкидывали цветы, забирали ночью. Короче, я не знаю, что они трясутся. Реально. Ну, типа, чиздец. Но я свин. Это да. Это кста... Это кста я, да. Задержание на акции в памяти Навальным проходит сейчас в Москве. Это, видимо, то, что днем было, да? О, 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 да. Ну, тут, короче говоря, тоже ничего нового. Понесли. А вас за что? Вы что-то скандировали? Да просто так. А задерживают и... Видимо, да. А, из-за чего? Ну, потому что я... Развернула блакат. А, тихо, тихо. Блакат развернула, ебать. Преступление. Позор! 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 Бля. Комментарии я зачитал сейчас. Даже сфоткал, что чел написал сейчас. У меня под видосом. Как раз тема касается и митингов в том числе, что пишет чел. Под комментами. Да, я участвовал почти во всех митингах с 12-го года. Много раз был наблюдателем на выборах. Записывался в комиссии. Донатил кандидатам. Расклеивал листовки. Умного голосования и т.д. и т.п. Мне тогда только исполнилось 22 года. Но для меня лично было два момента, после которых я перестал участвовать в этой гнилой, безрезультатной движухе. Первое. Год, когда Алексей вернулся в Россию и были большие митинги. В 2012-2015 я точно помню, что мы отстаивали своих от космонавтов. Без жести, но забирали тогда очень мало кого. Так как сразу толпа на пути вставала, когда пытались выхватывать. Вот. А в тот год я точно помню картину. Меня пакуют двое. А рядом стоят человек 10 таких вот потлатых, не пойми кого, снимают и орут. Мы здесь власть. Потом в КПЗ со многими из них встретился. Хотелось в рожу плюнуть. Или харю разбить. Еле сдержался. Оделался только тогда штрафом 150 тысяч. И двумя сломанными пальцами на ноге. Но это было похер. А вот на реакцию... А вот на реакцию, типа да, на реакцию тех людей, которые стояли, кричали и ничего не сделали. Второе. Акция с фонариками. Бля, это полный лютый кринж. Мне уже по 30 с гаком. У меня жена, дочка в начальную школу ходит. А я стою во дворе, как дебил, один и свечу в небо фонариком. И тогда мне пришла в голову мысль. Меня сейчас опять запакуют. А потом жена будет дочери рассказывать, папа умер от швабры в занятии за то, что посветив в небо фонариком. С тех пор я послал эту болтозицию нахуй. Если уж я и буду рисковать свободой и жизнью, то хотя бы ради шанса, что моя дочь не будет жить в этой блядской стране рабов. Хотя бы ради шанса. Решил, что когда они позрослеют и отрастят яйца, я вернусь. Но, видимо, буду я и до смерти жить при тирании и моя дочка. Если уж даже это и мозги не вправит, то уже ничто не вправит. А судя по тому, что я слышу, не вправила. Умирала свобода. Вот. Но я помню, да, те самые акции, блядь, с фонариком и так далее. Я тоже с фонариком стоял. Не, ну это хоть какое-то действие, да, то есть это хоть что-то. Так или иначе, ну молодцы, что хоть что-то делали. То есть это у меня последовательная позиция, что и те, и те мрази, блядь. Как бы и россиянский солдат, блядь, который идет в Украину, кого-то там убивать. Умирать хуй пойми за что. Он мразь и скотина, блядь. Вертухаи, которые ебнули Навального, тоже мрази и скоты, блядь. Которые отказались от своего права на жизнь таким образом, если какими-то простыми, интуитивно понятными моральными категориями рассуждать на эту тему. Ну, то есть так же, как люди, которые часака замучили насмерть. То есть, ну, я не знаю. По-моему, все очевидно, нет? То есть у меня не будет тейка, что типа Навальный это креатура Кремля, и поэтому то, что его ебнули, ничего такого в этом нет. Да нет, когда любого заключенного убивают в тюрьме, убивает тоталитарный режим. Даже если этот чувак был пиздец какой, Конторский изначально. Ну, в моменте, когда его убили, очевидно, он Конторским не был, да? То есть вот... Хотя бы на секунду он им быть перестал, иначе бы его в тот момент не ебнули. Ага, все, Навальный не Конторский. Наконец-то, блядь. Ну, хоть Навальный теперь не Конторский, е-мое. В колонии адвокату и матери Навального заявили, что причиной смерти Алексея стал синдром внезапной смерти. Опа, блядь. Ха, а что это за смерть такая? Синдром внезапной смерти. А че, такое бывает? Типа, живешь ты такой и... Все, у тебя просто синдром, нахуй, сработал какой-то. Внезапный смерть. В смысле, у каждой смерти есть причина. Какой-то орган отказал, еще что-то. Ты не можешь просто такой... Ааа, я умер. Внезапно. Синдромно, блядь. Реально такое есть? У детей? Навальному два года было? Хуя себе. Не, ну... Ага, он тогда отсидел сколько? Четыре? Это только у младенцев? Че за бред? Навальному 47. Хе, хуя себе младенец. Хе-хе. Окей. Байден. Че сказал Байден? Байден заявил. Ненормально, что американские конгрессмены уходят в отпуск, не одобрив помощь Украине. Заявил Байден. Президент США заявил, что без решения Конгресса он не может отправить помощь Украине. Тем временем в Конгрессе США заявили, что за пакет помощи Украине будут голосовать не раньше середины марта. Я так понимаю, Байден мои стримы смотрит. Ведь я вчера сказал буквально такую же тему. Что это вообще какая-то хуйня. На каникулы они ушли, блять. Твари. Байден, хеллоу. А, мне тут подписчик скидывает, что он сегодня зашел в свой электронный дневник. А у него плюс два новых каких-то непонятных урока, блять, появились. Я не знаю, насколько это правда. Но патриотическая песня, разговор о важном России, мои горизонты, блять. Шо это за хуйня, господи. Жалко вас, конечно, ребята. Если у кого-то такая же херня есть. Как я понимаю, это не во всех школах, блять. Опять мне тут школьники, то ли студенты скидывают какую-то информацию в чат. В предложку. Хазе, интересно ли вам такая инфа? Ну я напишу. На днях нам староста в общий чат скинула информацию о том, где и как сменить УИК на тот, что соответствует нашему вузу. Казалось бы, понятное дело, поскольку подавляющее большинство студентов прописано в других городах. Но сегодня я уже мне лично написал руководитель волонтерского кружка, где я состою о том, что уже желательно проголосовать на одном из участков. Универа. Даже несмотря на то, что я прописан в этом же городе и привязан к участку находимся в нескольких минутах от дома. Не удивлюсь, если еще пару дней нас прямо начнут принуждать менять свои УИКи. Джон УИК, блять. Интересно, почему им настолько это принципиально? Заявление учтено ЦИК России. Типа заставляет студентов идти голосовать в определенные эти самые участки. Что такое УИК? Это участок избирательной комиссии. Ну это место, где, короче говоря, куда люди ходят голосовать. Да, Тимоти высказал свою версию о гибели Алексея Навального. Что, блять, Тимоти? Тимоти? Шаламе? Блять. Не, это тот самый Тимоти. Что там? Ну, если вкратце, как я понимаю, он утверждает, что Навального убил Запад. Потому что вышло интервью с Такером у Путина. И так как на Западе после этого интервью все вдруг неожиданно осознали и проснулись. Надо было срочно что-то предпринять. Убить Навального, чтобы выставить Путина плохим. Ведь он недостаточно плохой в глазах людей. Он не так много людей, видимо, убил. А вот Навального-то, ну и все. И сейчас все-таки... Пиздец. Или я могу ошибаться. Любому маломальски думающему человеку понятно, что политический труп в виде заключенного на 19 лет там-то-там-то не представлял никакой опасности и не имел никакого веса или инструмента воздействия на текущий климат принятия решений в аппарате. Соответственно, инцидент абсолютно ненужный, особенно в преддверии выборов. Зато это единственный из возможных вариантов противопоставить хоть что-то в лице мировой общественности тому значимому интервью, которое было опубликовано Такером и повлекло просто истерическую реакцию среди глав государств, враждебно настроенных по отношению к нашей стране и ее политике. Почему-то Тимоти здесь не уточняет, почему же была такая истерическая реакция. Такая реакция была на его пиздеж, на пиздеж в этом интервью. И там было много вранья, очень много вранья. По сути, все, что там было, это все вранье. Пиздеж, пиздеж, пиздеж. И все. Собственно говоря, реакция-то была только на то, что там было вранье и ни капли... И ни грамма правды, как говорится. Но интервью было услышано, и люди по всему миру наконец могли прийти к собственной точке зрения, взвесив мнение обеих сторон. Я очень сильно сомневаюсь, что это интервью... Не, возможно, такие люди есть. Но это явно не массово произошло, да? Может быть, кто-то там поменял свое мнение после этого интервью. Но так или иначе, те, у кого и так было мнение против Украины, оно таким же и осталось. То есть, таких людей на самом деле тоже много. Много всяких там республиканцев и так далее, которые посмотрели это интервью и поддержали это интервью. У них такое мнение было и до интервью, и после интервью. А те, кто, соответственно, в чем-то сомневался, ну, посмотрели это интервью, может быть, переобулись, но не в таком большом количестве. Потому что, как я уже сказал, интервью неубедительное. Там много пиздежа и просто какой-то лишней чепухи про Рюрика, блядь, и прочее. Которое, как бы, я не знаю, кого может переубедить в чем-то. Вот. Далее крыть было нечем, так как мнение западного конгломерата в отношении дальнейших финансовых потоков, выделяемых на поддержание военных действий, сильно разделилось. Так. Бесконечные эмиссии, конечно, качивают деньгами ВПК и стимулируют экономику, но только на Западе. Но в Европе нет, так как в основной массе это деньги на голоплательщиков и резервные фонды. Ну и что? Отсюда и то, что произошло, очевидно, работа создателей и спонсоров этого оппозиционного проекта с целью дискредитации окрепших позиций Москвы и Ломбировния решения. Сука. Байден, сука, тварь, блядь. Ладно в подъездах лампочки выкручивать и ссать. Но как ты пробрался-то в колонию-то где-то на севере России? Навального-то пырнуло, я не понимаю. Это абсолютно субъективное частное мнение, не более... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Субъективное частное мнение продажного хуесоса. Нак, ты читаешь бред этого сумасшедшего? Ради рофла. Просто ради рофла и всё. Ну смешно. Ну реально. Жаль, вот сюда мой трек про Алёшу не вставили. Я его тоже где-то в 80-е записывал. Ну там просмотров только миллион, кстати, недавно набрал. Трек про Алёшу на Новый год. Первый миллион собрал. Как Твич понял, что я хочу Хесуса? Хотите ещё? Начните отслеживать канал Джесус. А вы... Хуясе. А, ну так, подожди, ты меня не отслеживаешь там, что ли? Охуел? Пиздец. Он не подписан на меня. Вот это... Гондон, блядь. Вот ты и попался, спалился. Оказывается, он у меня даже не зафоловлен. Я того... Р-р-р-рот. Вахуй просто. Отслеживать 2017. Странно, ну ладно. Зафоловлен к Стасу с февраля 2017 года. Жули Гольф. Короче, ладно. Кто Зол... Вадя про Навального? Зола. Блядь, зачем вы умерли? Зачем вы умерли? Блядь, зачем вы умерли? Блядь, зачем вы умерли? Блядь, пиздец. Навального нахуй ебнули. Пиздец. Ну да. Блин, я вот не знаю все истории вообще Навального. Ну, блядь. Мне чем-то Навальный импонировал. Хочнее разбирался там. Может, он что-то там такое говорил прям. Не очень, что-то хуй его знает. Но вот потому, что я знал, мне даже он импонировал когда-то нахуй. Все взяли, ебнули. Ты знал, что он говорил? Ну, они не все, по-любому не все смотрят. Ты знал, что он говорил про Украину? Хуй я там знал, брат. Я знал там процента 3 нахуй. Бутерброд. Плохо. Вадя, надо больше знать. А бутерброд вот реально начали писать. Ха-ха-ха. Какой бутерброд? Ха-ха-ха. С колбасой и сыром. Ха-ха-ха. Блядь, за ч... Ой-блядь. Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Субтитры сделал сделал. Субтитры сделал сделал.